Мы планируем по остановкам такой подход, взять их обратно, но не эти конкретно павильоны, а просто остановки как сущность, как структуру. Пусть они эти себе павильоны возьмут и делают с ними что хотят. Мы найдем возможности закупить или в каких-то партнерствах с частными инвесторами, либо кредитоваться, поставить нормальные общественные остановки транспорта, которые соответствуют критериям доступности, которые не нужно как-то въезжать через непонятные какие-то платформы, ступеньки, которые будут защищать от солнца, иметь скамейки, показывать время и информацию о приезжающем транспорте, как в нормальных странах. Там еще от дождя закрывают. Я от дождя, она тоже сам. Но опять же зависит. Есть и в разных городах, есть города, где только столб стоит и обозначивают остановку. Но это все рассчитывается опять. Есть и остановки, где не имеет смысла ставить павильон, потому что транспорт ходит каждые три минуты. То есть правильно ли я понимаю, что вы собираетесь разработать в том числе регламенты для остановок общественного транспорта, что в них должно быть, как они должны выглядеть, и какая информация там должна содержать? Мы планируем запустить конкурс по дизайну, как люди, например, архитектор или дизайнер видят. У нас будут критерии основные, потом пусть разработают концепт пунктов, как горожане видят их. Выберем самые такие, которые подходят больше всего городу, посмотрим, сколько стоит их физическая продукция, собственно, и рассчитаем, сколько и где мы можем положить. Может быть, я ошибаюсь, но мне кажется, что на этих остановках город тоже может зарабатывать. И там тоже есть рекламные площади. Но опять же, город не может их администрировать. Всегда вот это, потому что, представьте себе структуру, которую... Волков боятся в лес не ходить. Я понимаю, о чем вы говорите. Мы уже один раз обожглись, контракт у нас был, как он был сделан, кем подписан, и какие результаты, мы все видим. Это не значит, что мы не можем... Вопрос в другом, что не означает, что государственно-частное партнерство теперь необходимо в городе отменять. Нет, даже... Почему я об этом говорю? Потому что господин Жикл показал мне один из проектов, да, конкретно... Можно я вас попрошу сейчас тоже показать? Вот камеру поднимите, пожалуйста. Я попрошу, чтобы наши зрители увидели. Ага, ага, еще ближе. Вот так, приблизительно. Вот как один из проектов, да, вариантов. Достаточно, насколько я понимаю, демократичная, спокойная, со всей необходимой информацией. Вот если заключить с наружниками, вот такие контракты, да, часть уходит на их рекламную, им они на этом зарабатывают, но они же отвечают и поддерживают, устанавливают и все остальное. Это и есть, насколько я понимаю, один из вариантов государственно-частного партнерства, которое показывает и позволяет местным зарабатывать неизвестно, где зарегистрированы компании, а нашим местным предпринимателям, а жителям, и город на этом зарабатывает, да, а жителям предоставить все необходимые условия для того, чтобы они ждали в комфортных условиях общественный транспорт. Вы видели, я видел, я знаю, и так было задумано и с ЕПА-меди, но не получилось, потому что всегда нужно, чтобы общественный партнер, да, муниципалитет защищал свои интересы и не были превеличены или взяты во внимание только интересы частного партнера, потому что так случилось с ЕПА-меди, вот до чего мы дошли. Нужно составить нормальное общественное частное партнерство, нужно очень конкретно расписать, кто будет заниматься.